Дядь Фёдор, объясни мне, пожалуйста, что такое рыночные отношения? Я тебе объясню. Вот мы с моей Муркой произвели 100 литров молока. Мы садимся на Тертермитю и везём молоко на рынок. Там молоко продаём и покупаем тебе в магазине мотоцикл с коляск. Вот и всё. А что такое регулируемые рыночные отношения? А это совсем другое. Слушай, вот мы с Муркой произвели 100 литров молока. Нам говорят, отвезите молоко на молочный завод. Кто говорит? Товарищ Вышков говорит. Есть у нас такой самый главный министр. И мы везём молоко на завод. И там на заводе тебе дают деньги? Кто даёт? Товарищ Вышков, самый главный министр. Ничего он тебе не даёт. А как же мотоцикл покупать? Ты слушай, завод делает из молока молочный порошок. И везёт его в центр в Москву. И что, тебе там дают деньги на мой мотоцикл с коляской? Кто даёт? Товарищ Вышков, самый главный министр. Да нет, ничего он не даёт. Там из порошка делают снова молоко. И везут его в магазин. И там тебе деньги дают на мой мотоцикл? Ничего подобного. Из магазина деньги уходят в государственный банк. А оттуда идут к тебе на мотоцикл? Да нет же, Шарик. Ты права, как дурачок. Ты всё хочешь упростить. Оттуда они идут в министерство сельского хозяйства. Оттуда ко мне на мотоцикл? Оттуда их перечисляют в наш совхоз, директору. А он уже отдаёт мне, и я иду покупать. Ошейник. Почему ошейник? Потому что на мотоцикл уже не останется. А кто же все деньги заработал? Как кто? Товарищ Вышков. Наш самый главный министр, который рыночные отношения регулирует. А зачем? Как зачем? Чтобы купить себе мотоцикл с коляской. И дядя Фёдор с ним согласился.